Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание Сейчас они сделают нам въезд вот здесь Со стороны детского сада Где вы поставили мойку для колес Садо, а если какой-то несчастный случай, не дай бог, с ребенком Вот сегодня уже машина ехала, потому что нет где ехать Снесли дверь сада У меня там лично ребенок А если что-то случится, кто будет отвечать? Сейчас же это случилось, хотите, посмотрите Из-за вас Из-за вашей стройки Вы не говорите, что вы ничего не знаете Вы ни за что не отвечаете А как вы собираетесь в моем садик и бетонные шалки запускаете? А где? Зачем там въезд? Пожарный выезд А вот другой страны У вас там два въезда Вот там двух страны и другой На той неделе вы огораживали детский сад лентами Я лично видела На каком основании? А почему там детский сад вы огораживали? Чтобы люди не могли пойти и выйти оттуда У вас там там написано въезд, въезд Покажите, где написано Я сейчас видела в ваш листочек, когда вы развернули Там прямо написано Вот въезд-выезд Вот красненьким въезд-выезд Я узнала, что в нашем дворе хотят построить стартовый дом по реновации Я заинтересовалась тем вопросом Стала выяснять И оказалось, что наш двор, который всю жизнь был нашим двором 47 корпус 1 Вдруг встал 47 корпус 2 Полностью Вот Я писала в разные инстанции В Пуснулину писала В управу писала В управе мне сказали, что земля городская Мы на нее права не имеем Потом мы собрали кучу документов Отправили в прокуратуру Прокуратура наши документы потеряла Заявив, что они отправили почту куда-то в Москомнадзор Для выяснения И свалили на почту, что вот такую пачку огромную Они потеряли Наши документы Неизвестно где Вот И вот Несколько дней назад Стойка началась Жители в шоке Все деревья вырубали Просто под ноль Нас оставили полностью без двора Полностью То есть на сообщение двора В детской площадке нас нету Нам сказали Гуляйте на соседних детских площадках Ну В принципе и все Так мало деревьев Посмотри Вообще не слева нет деревьев Короче В дворе Прямо непосредственно визусть И разместилась вот стройка Рядом детский сад Машинным людям негде ставить Вот авария сегодня произошла Снесли дверь в детский сад Потому что маленький проезд Вот Эта территория Принадлежала к нашему дому Это была предземновая территория нашего дома Была Какие-то года постройка сделана Маленькая Вот Под нее потом Неживанием отобрали кусок Потом еще было и так Неживание Забрали половину вот этой территории Последний этап Недавно произошел Забрали оставшуюся часть И всю нашу преддомовую территорию Забрали под стройку У нас забрали детскую площадку Спортивную площадку Поле было футбольное Теннисный стол Теперь этого у нас ничего нету Гулять нам с детьми негде Парковок нету Вот здесь вот Стоят в данный момент плиты Может показать Что я показала Ну вот Пока машины стоят Только плиты Когда уберут машины Это будет забор То есть места совсем мало остается Более того Машины наши пытаются убрать Незаконным образом Здесь установили самостоятельно знак И пытались вчера на эвакуаторе Эвакуировать наши машины Мы еле отбили их Вызывали милицию И жаловались как могли Вот Что еще сказать Придомовой территории у нас нету Гулять негде Играть негде Машины ставить негде Они вроде бы как бы и за Но Я не знаю Вот тому, что это непосредственные близости Я думаю, что в данный момент Они уже скорее всего не рады Потому что я вижу Вот перед деревьев Уже и все в окна Ну и Очень много нарушений Часы тишины не соблюдаются Очень много нарушений Просто Сейчас я не могу все сразу Отзвучить Место Потому что все равно люди будут вдоль бордюра Все равно будут только А куда они? На голову, на крышу? У нас же здесь нет Почему придумали Даже если все абсолютно законно Почему не подумали о тех жителях Которые вот в этом доме Парковочные места Детские площадки Ну что-то такое Для нас организовать Как компенсацию Почему Почему об этом никто не подумал Я бы поставила тем Кто подписывал это Ну не буду строго говорить Руки отрубать Это мы же не в Арабских Эмиратах Но я бы сказала Чтобы они на время стройки Пожили бы здесь Я бы им свою квартиру предоставила Бесплатно Она у меня комфортабельная, кстати И пусть они поживут Понюхают Послушают И все остальное Мне кажется Тогда было бы все понятно Въезд Почему разрешается Здесь Опять же Это в управе И в ГИБДД Управо нам говорить Что Типа Им разрешено там Но они все строят здесь Так А вы сегодня не будете реагировать Объясните Каким образом Я как руководитель здания Должна принять Озапреты Директор школы Не будет никак реагировать Писать Вот эти письма Что Они сейчас У них по всем документам Въезд там Но они сейчас Въезд незаконно делают здесь Вы понимаете Что мы детей Не проведем Въезд Не поверите Уже Вы право об этом Знаете Мы обсуждаем Я сняла Сняла Я думаю Что их не волнует Единственное Может быть Их волнует Если дети Перестанут спать Днем Потому что Режим тишины На стройке Не соблюдается А это закон Городом Москвы О соблюдении тишины Что касается Нашего дома Что я могу сказать Я уверена На 99% Как тест ДНК Что Вот эти все деревья Будут вырезаны Для того Чтобы нам Создать Пространство Прохода Вдоль дома Я думаю Что будет именно так И прораб Он тоже Кстати Первый раз Городил Сказал Нет 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 А потом говорит Думаю Пока нет Ну если он думает Пока нет Я думаю Что все ждут Когда Самые у нас Месяцы Для отпусков Это Ну наверное Конец июня Июль И Поскольку нас любят Еще по ночам Поскольку многие Риспят Но у нас Дозор стоит Поэтому у нас Как дело не пройдет Что они Ночью начнут Вырубать У нас Юлька Нас тражится Литв Вот поэтому А то что они Их вырубят Я уверена В этом Ну и Я вообще Не про стройку Если стройка Законная И если у них Есть какие-то Нарушения Они их Ликвидируют Буквально Там В 2-3 дня Просто пока мы Пишем Они будут Никто же не будет Приезжать сюда С инспекцией Будут звонки Про арабов Слушай Устрани Вот это Нарушение Устрани Вот это Нарушение Все будет Устраняться И жильцам Докладываться Меня стройка В принципе Не устраивает Ни с нарушением Ни без нарушения Потому что Я считаю Что Это муниципалитет Отобрал нас Территорию Которая была В пользу Две детские Площадки С качелями Каруселями Спортивная Площадка Для взрослых Под навесом Где Взрослые люди Могли заниматься Площадка Волейбольно-футбольная Не знаю Такая Огороженная сепка Все По правилам Было сделано Дети этим пользуются Взрослые Пользовались этим И у нас такой район У нас здесь Негде гулять У нас нет тротуаров Они не предусмотрены Еще в 60-х годах Когда был сдан Вот наш дом В 62-м году Нет тротуаров Вообще То есть мы и так Ходили все время Оглядываясь На машину Чтобы тебя не сбило И не посидеть Ни парка Ничего Один скверик есть Но он Недалеко Ну там Три лавочки И они оккупированы В общем-то Людьми Асоциальными Которые Пиво там Или что там У них Беседы какие-то Проходят То есть Ни взрослому населению Ни детскому Сейчас Некуда деться Да Да Это руководство Я думаю Я думаю Я думаю Что еще и в документах Не уверена Но мне так У нас стояло У нас было А это было Это дом Что она должна быть Недалеко Домовая территория Если два дома пятиэтажных, ну это порядка 160 квартир, то у нас построят три двадцати пятиэтажных, это будет порядка 600 квартир. Конечно, в первый дом, чтобы нам заткнуть рот, они расселят эти две пятиэтажки. На сдачу, наверное, кому-нибудь продадут, потому что все равно больше квартир получается. А два других – это чисто коммерческие дела. Да и хоть коммерческие, мне вообще без разницы. Почему во дворе моего дома? Почему за счет меня кто-то улучшает условия? А мне мои условия ухудшают. Не погулять, не посидеть, не с ребенком, не где-никак. Вот что меня беспокоит. Пожалуйста, если бы они снесли и начали бы там строить, эти дома все равно внесли бы нам неудобство. 25 этажей – это люди восточной страны. Никогда бы не видели солнца. Ну, а потом, когда оно уходит, ну, уходит солнце, мы не можем им руководить. Уходит на южную сторону, то у тех, у кого на восток, они бы опять его не видели. То есть это все равно было бы неудобно. Все равно. А уж как они сделали это, мне кажется, можно было бы обойтись без конфликта с жильцами. Снести и начать строить. Вот тут они бы просто нас лишили всех аргументов. Именно еще раз я озвучу, что это будет, планируется 25-этажный дом. Три штуки. Ну, вот на данной площадке один. Один пока, да. Ну, он огромный, почти нашу площадь и 25 этажей. Ну, если что, я найду. Это все. Ну, солнце сейчас, говорят, отменили эти нормативы, которые ранее вот встречаются. Можно встретить в старых документах, когда жители должны хотя бы 4 часа в день видеть солнце. Ну, ребенок у нас играет, посмотрите. Мы не в Африке, поэтому нужно без солнца прожить. Вот снимите с детям, где играть. Ну, как играть. Проситься туда строителям. Продолжение следует...